доброго всем доброго дня наидобрейшего дня я долго не загружал видео youtube так как то не было времени то не было даже желание даже такой момент был то вообще уехал в крым вот срубил денег забугорище и права ну решил посмотреть сам показать семье нашу страну пускай там ее часть одну только всего лишь но все же было что посмотреть было что показать сейчас я как несколько дней уже приехал обратно чухался дороги и вот то есть задумался что мне сейчас делать в каком направлении двигаться и мыслей много принципе у меня на данный момент пока два варианта родилось это сделать из у 10 кованой стали под полное именование марки у 10 а 18 года то есть сделать из них бюджетный вариант именно бюджетный бюджетный смысле то есть никаких таких выкрутасов особых но все должно быть рабочих все должно быть брить все должно быть правильно ровно это бюджетный вариант и вогнутость примерно 1 4 или 85 процентов пока еще об этом думаю то есть что именно лучше сделать и наверное все таки остановлюсь на 85 процентов потому что многие то попробовал причем из тех же бюджетный бритв 85 процентов клин отозвались очень хорошо то есть это очень хорошо для кого я скажу у кого особо жесткая щетина вот типа у меня у меня прям проволока проволокой прям каленая проволокой вот такая у меня щетина и для меня отлично для меня лучший вариант конечно бреет любая бритва бреет но лучше бреет 85 процентов клин или стопроцентный клин поэтому подумаю сделать 85 процентов почему 85 и не 100 потому что ее чуть проще затачивать чуть проще править чем стопроцентный клин вот как бы так и немного дешевле в производстве чем стопроцентный клин чтобы бюджетными они получились не вот просто на словах но и на деле дальше точно такая же модель к из дамасской стали подумаю из них сделать что-то такое как народе говорят эдакая красивая правильная интересная ну тут еще у меня пока то есть думка еще вовсю работает то есть думаю что ли как бы сделать а также был в крыму на берегу нашел такие вот камни правда ракушки в основном были вот ну понравились имени я тут даже некоторые шлифанул я не знаю что это за название камней но симпатичные вот примеру я их хочу попробовать вставить или в оправы то есть в ручки бритв либо в шкатулке которые будут для бритв так как оправы они слишком небольшого размера и особо вставить некуда будет но все-таки я думаю распилю и подгоню может даже скорее всего и для оправ бритв не знаю что за камни честно скажу не специалист но как то так камень правда я тоже пилить не специалист сразу скажу поэтому буду методом тыка пробовать пробуя ошибок говорится методом попробуй что то из этого сотворить ну а шлифануть полирует для меня это не проблема это вот мои планы на ближайшее будущее а так в общем принципе больше сказать нечего я вам буду показывать что в процессе работы что получается что не получается в этот раз как говорится раз уж я тут решил показать вам какое-то видео то есть я вот письмо распечатал от одного человека который впервые хочет приобрести бритву начать бриться опасной бритвой и у него очень много как у многих других кто первый раз собирается бриться опасной бритвой очень много различных вопросов и это естественно это очень даже естественно вот я конечно понимаю что сейчас на все вопросы не отвечу просто их тут слишком много но постараюсь ответить хоть на какие то вопросы и помочь хоть кому то 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 есть но это в принципе те кто уже боится опасной бритвой это будет вообще не интересно можете прям сразу прям вот тут выключите видео и то есть не смотреть то есть пустую не катать не тратить свое время а для тех кто еще только задумался бриться опасной бритвы то не думаю может быть какие то вопросы будут интересные и главное полезно итак исходя из письма так 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 примерно вот вопрос первый то что какую бритву выбрать с вогнутостью или клин как первую бритву это все относится к первой бритве то есть если это первая бритва то лучше выбирать сразу же бритву с вогнутостью то есть пускай она будет одна четвертая одна вторая но вогнутость чтобы была потому что клин он требует уже каких-то навыков то есть когда уже вогнутой бритвой уже просто стандартно бреетесь и уже все хорошо как водится получается все вы знаете какие движения как держать хват как то есть все эти нюансы вы уже освоили то там уже да стоит рассматривать и любой клин хоть 85 процентов хоть 100 процентов а как первая все таки лучше вогнутую одна четвертая или одна вторая дальше читаем вот я обратил внимание что у бритвы хвостик короче у одной другой длиннее то есть длина хвостика не влияет на качество бритья но длинный хвостик просто увеличивает то есть этот разбег который мало ли как у вас рука ряжет может у вас на хвостик удобно ложить один пальцем а может два то есть то есть это не играет никакой роли в принципе это настолько мелочный вопрос но все же я был пример если вы убирал я выбрал хвостик чуть длиннее примеру классического варианта не убирается только один пальц а по два пальца мало ли как вам будет удобнее правильно правильно это не знаю с чем сравнить может как вот с удочкой если у вас удочка допустим двухметровая а рядом стоящего двух с половиной метровая то есть вроде бы одно и то же но вариантов больше того у кого двух с половиной метровая не знаю нет по моему не правильное сравнение но как то так ладно считаю что я особо сильно точно не ответил на этот вопрос но все же вот то есть что мне еще нужно взять ремень пасту этого будет достаточно чтобы начать бриться в принципе ремень обязателен вот ремень это просто неотъемлемая часть для ухода за опасной бритвой паста это уже на любителя то есть кто-то на чистом ремне кто-то хочет ускориться и с пастой немного добавить учтите что много пасты на ремне это не есть хорошо если она там даже где-то на одной стороне и у кого-то то есть есть то она должна быть в минимуме и паста должна быть желательно не желательно а прямо вот практически никакую другую желательно не использовать вот так вот как бы сказать кроме пасты гои и причем там тоже есть несколько номеров в стандарте три номера если в стандарте а так и шесть вообще бывает номеров поэтому выбирайте самую мелкую что еще нужно чтобы для бритья чтобы было все хорошо вам нужен помазок помазок я считаю что неважно какой китайский не китайский дешевый дорогой там без разницы у меня два помазка один дорогущий другой самый дешевый в мире по-моему и оба работают очень даже неплохо единственное что дорогой он маленько как-то как-то такой вот какой-то не знаю он от пенки он делает какой-то прямой и щетина как-то не работает до конца хотя самый дешевый из всех помазок всеми держит щетину такую взъерошную и всегда как-то по-моему даже лучше работают но это лично мое мнение тут я не могу сказать ничего точно вот так пенка да если вы только начинаете да просто купите вы пенку в баллончике я примеру вот пользовался разными всякими пенками я просто брал вот мыло лежит мы лице я вот намочил помазок помыла так вот пошарахал этой пенки мне хватало чтобы бриться причем очень неплохо например вот мне игорь игорь смирнов подсказал мне по поводу крема арку я нашел причем пенку арка тоже очень доволен причем пенка там есть для жесткой щетины для мягкой щетины я взял для жесткой естественно то есть вообще ничего сбивать не надо придумывать не надо чуть-чуть пенки бам на помазок все дело пошло то есть первые шаги лучше упростить по поводу порезов большинство тех кто хочет начать нас немного прервали звонком и так на чем на чем я становился на порезах то есть большинство людей просто боятся опасной бритвы потому что думают что они перережут себе горло отрежут себе уши и все будет плохо но поверьте моему жизненному опыту и пользованию опасной бритвой многолетнему что бритвы я ни разу серьезно не порезался хотя всегда ждал этого момента так и не дождался но например вот я ножами кухонными ножами на кухне чаще резался причем такие серьезные порезы были прям реально серьезные но бритвой то есть я таких порезов даже рядом не получал даже если сильно косячил при бритье вот порезы и конечно же есть но никакие порезы такие микро царапки прям такая царапка что вы просто по ней так рукой привели а ее уже не то есть не видно уже то есть капли крови выступила она уже то есть больше не выступает и то есть они настолько микро порезы если вот мы сделали какие то ошибку при бритье эти порезы настолько микро что я думаю не стоит напрягаться по этому поводу потому что это самые мелкие порезы из тех что вы вообще можете получить от чего-то либо другого чем от опасных бритов смотрим дальше что у нас по вопросам сейчас через какое время мне будет недостаточно правки на ремне и потребуется делать заточку и как я это пойму что недостаточно уже вопрос тоже такой резиновый но то еще можно растянуть сейчас на два часа разговоров а можно попробовать на несколько минут допустим вот заточил я бритву я и бреюсь вот лично я примерно полгода когда год не затачивая это можно продолжать и еще много времени просто мне иногда просто руки чешутся иногда хочется что-то такого там какого-то особо финишного такого острия добиться там или какой-то новый камушек приобрел и хочется его испытать естественно я затачиваю еще варианты особенно кстати вот у новичков бывают когда завалили острие естественно то есть ошибки они не могут не быть они у всех у нас вот кто начинал бриться опасно битвы у всех эти ошибки происходили и они то есть без них никак и поэтому ну завалили вы кромку да после этого конечно ремень особо не поможет я бы сказал даже вообще не поможет там желательно лучше заточить вот удобнее всего точить самому но если у вас нет желания там закупать для этого какой-то инструмент какой-то там то есть камни там сет камней учиться точить то в принципе лучше отдать заточнику то есть проверенному желательно заточнику именно заточнику опасных бритв а не которые там еще топоры и ножницы затачивают а вот именно кто-то затачивает только опасные бритвы то есть у нее руки заточены уже под это и вот такому мастеру стоит отдать без какого-либо риска он вам заточит эту бритву по максимуму причем и потом ваша забота будет опять только правка на ремне вот я думаю что это самый простой и лучший способ да пускай там это вам обойдется там тысячу полторы даже там вместе там с отправкой и прочими прочими но это дешевле чем покупать камни дешевле чем учиться то есть я считаю что не зря же существуют люди затачивающие бритвы то есть все это не просто так можно ли обойтись наждачкой можно если у вас руки уже то есть вполне умело работают по камням то на наждачке можно сделать заточку она будет конечно не максимально идеальной но для бритья комфортного это возможно опять же наждачка должна быть не просто какая-то там либо у меня пример наждачка которую когда я ленюсь подточить на камне то я подтачиваю на наждачке называется мирка там пёс такой нарисованный бульдог с зернистостью две две с половиной тысячи грит причем она уже закатанная такая зашарканная наждачка она вообще очень мелко все это делает но учтите что это будет не идеально но работоспособно дальше какие вопросы у нас как мне ухаживать за бритвой вот то есть где хранить ну уход за бритвой как по мне так это минимален единственное что вам сразу скажу когда вы его допустим пользуетесь бритвой там бреетесь не надо ее всю купать не надо ее чтобы она вообще видела воду воду должно видеть только лезвие вот течет у вас струя вот течет у вас струя вот у вас лезвие вот она должна сюда течь струя вот сюда течь смывать эту пенку с щетиной вот здесь она уже даже не должна быть эта вода на эрл она не должна попадать то есть для того чтобы было держать удобней чтобы она не проскользнула даже хотя бы такого не бывало даже если руки в пене будут но это уже лишнее то есть вот вода должна быть только здесь здесь должно быть все сухо тем более уже вот в этом месте где ось закрыта оправой и поэтому попадание туда воды если у вас вдруг попало то конечно лучше просушить феном но если вы только вот так вот то есть наклоняете не боком держите а наклоняете вот так и струей вот отсюда смываете то у вас сюда никакая влака никогда не попадет это во время бритья после бритья естественно протираете насухо без за какого-либо там фанатизма раз двадцать по ремню шаркайте это поправить бритву и плюс еще и подсушит все ну и последний момент это не хранить ее в ванной комнате бритва в любом месте где только не в ванной комнате главное что там не было концентрации вот этой влаги все все уход за бритвой на этом заканчивается нужно ли наносить какой-то консервант на лезвие нет не нужен вам никакой консервант я знаю что кто там пытается маслом мазать кто-то чем-то покрывать там на хранении если она сохранится в сухом помещении в обычной комнате примерно то это все лишнее единственно если вы решили ее положить на хранение примерно на 100 на 200 300 лет то да тут можно и обработать чем-то если нет таких задумок особо глобальных то не стоит если в процессе использования у меня возникнет вопрос могу ли я позвонить вам и спросить не будет ли это напряжно для вас естественно звоните естественно спрашивайте пишите на электронную почту всегда отвечу на все ваши вопросы то есть напряжно это было бы найти для кого если бы вот был бы пример я менеджером по продажам да для меня это было бы напряжно а так как я сам произвожу сам бреюсь и происходит это уже очень много лет поэтому для меня совсем не напряжно ответить на ваши вопросы причем даже я бы сказал аж за радость отвечу на ваши вопросы потому что если вы спрашиваете значит вы являетесь единомышленником а это уже то есть не совсем как говорится чужие люди друг другу вот как то так это по моим понятиям вот так вот хорошо а это уже нет это уже вопрос личного характера так то есть клеймо стоит 18 у меня цифра что это означает клеймо 18 означает что бритва произведена в восемнадцатом году то есть в 2018 а вот допустим еще есть нумерация бритвы которые не клеймится а просто на сайте установлено допустим там там 05 там 265 допустим вот такая 290 это нумерация только для удобства поиска поиска нужной бритвы то есть вот в этом расстоянии склад сайт сайт склад это я чисто для удобства сделал чтобы вот вы сказали пример мне интересная допустим 105 бритва какая-нибудь я ага 105 я открываю сайт смотрю 105 иду на склад нахожу бритву 105 номером все вопрос решен никаких ошибок ну и то есть экономия времени вот в принципе на вопросы из письма я ответил надеюсь надеюсь видео получилось не слишком затяжным не напрягло здорово и кому-то это принесет какой-то прок то есть будет какая-то польза а на этом я попрощаюсь с вами надеюсь ненадолго так как я сейчас начинаю движение и вот сейчас решу что мне в первую очередь начать производить и буду вам показывать что и как у меня происходит и естественно результат то есть обзор готовых уже бритв все на сегодня все было очень приятно с вами пообщаться пускай только в одностороннем порядке но все же доброго вам дня до новых встреч до свидания